МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня отбудется огульный сход Гомельской мытни по выниках службовой деятельности в первом квартале этого года. Плановое задание на ГТПРы отвыканано на 102%. Кошт конфискованных товаров склау больше, как 720 тысяч белорусских рублей. Узбуджены четыре криминальные справы, з них три по факте незаконного перемещения наркотичных и психотропных речевов и одна связана со спробой перевозу боеприпасов. Господарки Гомельской области распочали выборочную сяубу кукурузы. Отповедные работы ведут сельско-господарчие предприемства шести районов. На сегодня кукуруза посеяна на площади лет более за 4 тысячи гектаров, что складает около 1% до плана. В связи с заморозками, якие синоптики прогнозуют на протягу ближайшего тыдня, массовая сяуба кукурузы распочнется после 23-го красавика. Белорусская чигунка призначила додатковые техники со столицы до Гомеля. Это связано с сезонным повеличением пассажира потоку. Теперь техник межрегиональных линий бизнес-класса «Минск-Гомель», а кроме пятницы и недели, курсирует так само с понеделка по четвер. Час отправления со столицы – 14.56. Прыпинки продугледжены на станции Хасиповичи, Бабруйск и Жлобин. У регионе стартовала, что годовая акция «Гомельщина» за здоровый ладжитцям. Все лета и она накеравана на профилактику хвороб системы кровозвороту. Гэтая захворванье лидирует сярод причин сморотности в экономично развитых краинах. Сярод основных факторов рызыки, некоторые, например, спадшинности взросл, не поддаются изменению, однако на большинство и инших можно поуплывать. Необходна змена звычек и ладжитця. У першого чаргу небезпеку представляют курение, уживание алкогольных напоев, малорухомый ладжитця, за лишняя масса тела. До речи, у рамках акции «Гомельщина за здоровый ладжитця» 21-го красавика медики пропонуют вымирать артериальный тиск и отримать рекомендации при артериальной гипертензии. Профилактичную акцию у буйным гандлевом объекте по улице Хатаевича проведут специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии, Центральной городской поликлиники, а так само волонтеры медицинского колледжа. Сёння у Гомеля выберут уладальницу титула «Королева весна-2017». За корону позмахаются 13 студенток. Пераможца представить Гомельщину на республиканском, а затем и на международном узроуне. Рашэння примежуры, у составе якоха популярные выканавцы, актёры и представники индустрии моды. Региональный этап Межвузовского конкурсу отбудется у Гомельским областным доме навученцев и работников установ профессийной адукации. Пачаток о 18-й године. Даречи сёння на телеканале «Беларусь-4» ведучие и гости про храмы «Добрый вечер, Гомель» будут размавлять про прихожость. Чаму матули так спешаются отправить дитя на подеум, як мисс Речица плануя завоёвывать сусвет, что отбывается пасля конкурса у прыхожості и дзе працуют беларускія модели. У промым эфиры у студы и программы першая прыхожу не паделяцца таемницами модельнага закулисся. Глядзіця программу «Добрый вечер, Гомель» сёння у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Телефануйте у студы по номеру 37-519. Сёння о 18-е године у Городским центры культуры отбудется урочистый открытё 14-го великодного фестивалю. У церемонии приме удел епископ Гомельский и Жлобинский Стелефан. Увоголе фестиваль будет должиться месяц. За гэтый час пройдуть доброчинные акции, фотовыставы, концертные программы, творчая майстерния, а так само паломницкие поездки и экскурсии до культурных исторических помнеков и православных святынях. Усяго пройдет больше за сотню духовных и культурно-осветницких мероприемств. Старожитный обрад в Адженне Сулы провели у вёсцы Марковичи Гомельского района. Традицию с тысячагодовой историей 11 годов тому отродили наставники мясовой школы. Сула святкуется на другий день Великодня. Удельники в национальных костюмах с танцами и подгуки обрадовых песен некольки километров пешу идут за одной вёске у другую. Старожитный обраду в этой мясовости проводили перед надыходом лета. Селяне просили про добрый ураджай, каб не бью гром и не было пожаров. Редактор субтитров А.Семкин